У нас была артистка кардебалета, которая делала себе операцию по удалению косточки. И вот этим летом я тоже задумывалась и хотела себе удалить эту кость, потому что мой сын, когда научился говорить, рассматривал мои ноги и говорит, «Мама, почему у тебя здесь палец шестой? Это не палец, это косточка». То есть я сидела, у меня и слезы катились, и смешно было, потому что сейчас Даник уже привык к моим ногам, и он уже не задает такие вопросы. Но поначалу он не понимал, почему у тебя здесь бог и торчит палец еще один. И она сказала, вот я съезжу еще одну Францию и удалю себе вторую косточку. Я тогда сидела, смотрела, думаю, боже мой, это на самом деле безумство. То есть кто на что копит? Кто на новый телефон, часы, я не знаю, там, поездку на море? А девочка вот копила себе на удаление лишние косточки. В палетное училище меня привела мама, точнее даже не в училище, а с ранних-ранних лет, с 4-5 лет. Тогда мои родители жили в городе Караганда в Казахстане. И еще там они меня начали водить по разным кружкам, такие развивашки, где, естественно, были и танцы. И уже в 10 лет, когда мы жили в Нижнем Новгороде, мама меня отвела в театральное училище на хореографическое отделение. Меня взяли. Как мы впоследствии разговаривали с мамой, она вела меня не с теми мыслями, чтобы я стала балериной. То есть мама даже не знала, что есть такая профессия артист-балета. То есть у мамы были такие более простые мысли на этот счет, чтобы я имела красивую осанку, чтобы я хорошо себя ощущала в пространстве, чтобы была стройная и так далее, потянутая. То есть какие-то такие цели преследовала, но не более серьезные. Но я безумно благодарна своей маме, что тогда она все-таки помогла меня направить в нужное русло. Безумно благодарна своему папе за каждодневный массаж. Я помню, очень сильно уставала в училище, потому что нагрузка была колоссальная. Я приходила домой, папа мне всегда делал массаж, папа мне разрабатывал подъемы. То есть это вот, я сейчас вспоминаю, это так мило и трогательно. И вот не побоюсь сказать такого слова, что я счастливый человек, потому что я очень люблю то дело, чем я занимаюсь. То есть я вот хожу не на работу, а я хожу танцевать, я хожу в театр. И, конечно, это огромная благодарность моим родителям, которые помогли мне. Я приехала за компанию. То есть сюда меня не приглашали, потому что я тогда еще очень юная была, мне было 19 лет. И я приехала со своим молодым человеком Сашей Бутремовичем, которого пригласил Валентин Николаевич Елизарев. Мы тогда работали с Сашей в Красноярске. Саша был известным танцовщиком. И Валентин Николаевич пригласил его на ставку ведущего солиста. Я, естественно, поехала за компанию. Несмотря на то, что Белоруссия – это другая страна, но территориально Минск был гораздо ближе к Нижнему Новгороду, в котором я выросла, чем Красноярск. То есть я Красноярск никогда не рассматривала как свою конечную точку проживания. Поэтому достаточно все просто, произошло легко. Вот приехала за компанию, меня тоже просмотрели, взяли тогда в кардебалет. Хотя в Красноярске я занимала ставку солистки, но в Минске все проходят практически. То есть один человек из 50 попадает сразу на солиста. В основном все проходят ступени от самого низа до мастера. Это совсем нелегко давалось работа над этой ролью. Если бы мне несколько лет назад сказали, что я буду готовить эту партию, я не поверила бы. И в начале сезона я бы тоже не поверила. То есть достаточно спонтанно все получилось. И когда ставился этот спектакль, я не была ни в пятом, ни в десятом составе Анны Карениной, потому что я была еще совсем юная в то время, несколько лет назад, по-моему, пять лет назад спектакль поставился. И, как говорила Ольга Костель, балетмейстер, она с меня делала партию Китти. То есть такая милая, нежная. И она говорит, ты вот у меня прототип Китти. И я и танцевала Китти, то есть несколько раз, но станцевала. И Ванне Карениной, вот тогда Юрий Антонович Троян, главный балетмейстер, спрашивал у Ольги, почему Люда нет в партии Карениной. И Оля вот объяснила свой выбор тем, что я не ассоциируюсь с Анной, то есть с ее вот таким роковым образом. То есть я такая милашка, можно сказать. Но прошло время, и мой репертуар очень обогатился разными партиями. И вот, наверное, я так, знаете, скажу, что доросла до этой партии. Но когда начинала ее готовить, все равно было очень много сомнений, как вот в себе найти те нужные эмоции и передать их зрителю, потому что спектакль безумно сложный. И в техническом плане он очень насыщенный поддержками. Эмоциональную составляющую я даже не буду рассказывать, потому что все прекрасно знают эту историю. И насколько она очень глубокая и сложная. С головой погрузилась в эту партию. И вот сейчас, если у меня спросить, какой спектакль мой любимый, я скажу, что Анна Каренина. Потому что настолько я в него прониклась и прям вот утонула в нем, можно сказать. Когда меня спрашивают, что более важные, физические данные или думающая голова, я скажу, что должна быть золотая середина. То есть очень много есть примеров, когда человек имеет фантастические данные для балета, но совершенно не думающую голову. И из этого не получается абсолютно ничего, потому что мы танцуем не просто движение, да, мы танцуем балеты со смыслом, то есть которые должны пройти через душу, через голову. И на сцене уже вот будет и физическое, и умственные процессы видны. И также, если человек очень хочет танцевать, у него очень думающая голова, но не хватает хотя бы базовых данных, то из этого тоже ничего не получится, потому что наше искусство, да, визуальное. И должна быть золотая середина, то есть и определенный набор физических качеств, и желание, и стремление, да, и помимо головы, которая будет думать, хотеть и работать, еще должна быть и душа, и очень-очень много другого всего. Самый лучший для меня отдых — это сон. Это на первом месте и с большим отрывом от всего остального, потому что когда я посплю, я чувствую, что я заряжена, что никакие витамины мне не нужны, и то есть на самом деле для меня это 100% лучший восстановитель. И когда сложные спектакли, я стараюсь днем 15, 20, 30 минут по возможности поспать, потому что вот как перезагрузка какая-то происходит, то есть это что касается наполнения силами, это точно сон. А отдых для меня — это, наверное, такая смена деятельности, то есть сходить с ребенком погулять для меня — это тоже отдых, да, выйти из театра после рабочего дня, посмотреть на красивые деревья сейчас зеленые и вдохнуть свежий воздух — это тоже для меня отдых. То есть все, что меня окружает, наверное, меня вдохновляет и помогает наполниться. Я не жалею ни о чем, и буквально вот вчера я со знакомыми разговаривала о том, что я очень полюбила Минск, и мне здесь очень комфортно, мне здесь нравится. Я чувствую это своим родным местом, и театр, конечно, тоже, потому что я состояла здесь как артистка, я здесь выросла как артистка и наполнилась всем тем, что я сейчас имею. Это фантастически прекрасно, и у меня нет желания куда-то уехать. То есть, знаете, вот иногда человек куда-то его тянет всегда, знаете, вот хорошо там, где нас нет, но меня никуда не тянет. Я с удовольствием летом в отпуске выезжаю в Россию к своим родным, встречаюсь, но чтобы вернуться — нет, я не хочу. Мне вот комфортно здесь, я выхожу на улицу, мне нравится, я прихожу к театру, мне здесь нравится. Я захожу в театр, мне тоже комфортно. То есть, я вот чувствую себя максимально на своем месте. И, конечно, я не жалею, что 15 лет назад я сюда приехала и осталась здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok